водичка холодная еще несколько дней назад на этом водоеме говорят стоял лед поэтому работаем зимними прикормками буду мешать черный лещ и тоже тарань зимние в итоге будет темная прикормочка без добавления ароматики без ничего все родными отличный запах сейчас несколько этапов добавляем водичку на улице плюс один этому прикормка будет долго набираться но вот для нас водоем совершенно вроде бы как нем есть лечь под вещь вот решили приехать проверить а так ли она на самом деле потому что у нас краснодарском крае вещь это одна из самых редких рынок для меня шамайку поймать легче и проще чем поймать наловить вещей ну что первый этап готов пусть настаивается а мы пока будем искать место точку ловли на улице хорошо не жарко всего лишь плюс один красивое место очень красивое ветерок справа налево чуть-чуть в лицо как есть вода водоеме мутная проблема наших не глубоких неглубоких степняков твердый участок дна хороший такой с неровностями твердого много согласен отлично ну отлично губина небольшая идет киев ил ну ил а пошел скакать Заблипсуемся А там далеко вообще великолепно, Саша А дальше и уйдет Руку отогрею, замерзл Начинай с тоненького, я поставил толстый На 12 пучок поставил Сразу на серьезную рыбу Сдаешь, а нет? Да, ты же знаешь, как обычно Ты сейчас уклейку как начнешь убить Куда мне против тебя С трехкилограммовым мельчанином Нашел, но на 63 оборотах Зад Ты чего? Пендером? Да Ну что, с точкой определился Я с камерой разговариваю С точкой определился Дистанция мне получилась довольно большая 63 оборота катушки Для этого удилища там многовато Ну попробуем Если нет, перейдем ближе Саша ловит пока близко под берегом Уже даже поймал что-то Сейчас Начинаем кормить Повозим Несколько закормочных кормушек Будем смотреть Главное, что получилось добивать Здесь Дистанция большая Еще и ветер Руки подмерзают Хорошо, холодно Не жарко Санян, что, клюет? Клювает Саня, а сейчас клюет? Да Постоянно клюет А сейчас клюет? Да А на что клюет? А что клюет? Ну что, закормились Вяжем крючок И начинаем ловить Надеюсь ловить Начну с длины 60 см поводка Работаю как обычно через ставочку В принципе Глубина Меньше метра Да Около метра Можно Короткими поводками работать Так Ничего Ну, начнем Восемнадцати На ноль первом поводке Дистанцию, конечно, выбрал По такой погоде Для этого удилища Максимально Доступную Доступную Посмотрим Ближе перейти Всегда проще, чем дальше Порыв ветра Поехали 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 На дальнике была полная тишина, перешел на ближнюю бровку, пока тоже ничего, хотя у сани плотвичка хорошая поклевывает. Поклевки есть, плотвички, но очень-очень слабо, очень холодно, ветер с северо-запад, довольно сильный, очень некомфортно, возможно рыба бастует. Поклевки подходами, одна-две поклевки, потом надолго тишина, одна-две поклевки, потом надолго тишина. Как будто, возможно варианты, кто-то заходит на точку, более крупный, наплевать не хочет, или хищник, и отгоняет рыбу. Закинул два метра в сторону от точки, и поклевка, походу на точку что-то заходит и сгоняет рыбу. Закинул два метра в сторону от точки, и сгоняет рыбу. Лещ, не мелкий, а очень мелкий. Все время приходится точки менять. На одной заглохло, в сторону кидаешь, плюет. Я сейчас забросов 7 сделал без корма. Без корма? Да. Поклевки были? Одну плату поймал. Чтобы получить поклевку, приходится практически через заброс, через два, в разные точки, в двух метрах друг от друга, закидывать. Иначе два-три заброса в одну точку, и тишина. Кидаешь в сторонку, пошли поклевки. Тишина, кидаешь в другую точку. Ложит впечатление, что кто-то заходит на точку, на прикорм. Возможно, кто-то более тупная рыба, но мотыля брать не хочет. Возможно, это хищник. Что-то маленькое есть. Клотвичка. На что? На мотыля? Да. Отличная рыбалка. Я люблю такую. Ветра бы не было, было бы отлично. Там было бы офигенно, если ветра не было, вы вообще-то так кайфовалитесь. Да. Это поклевка была. Почти Карпову загиб. Да. Честное слово. А? Честное слово. Без багра не обойтись. Вот, пожалуйста. Опять сместился. Сань. Опять сместился в сторону и опять поклевка. Батарей сколько вешает? Знаешь, стал по три вешать. Когда больше, обсосы идут и все. Вот, Сань опять тащит. Пришлось убрать, пришлось убрать, пришлось убрать фидергам. И чуть-чуть поживее стало. И, дать он упробил снасть, и рыба не хотел. Клевать. Оказывается, без фидергама. Но, как и рассказал, приходится точку менять критически. В двух метрах правее и левее кидать. Два-три заброса и замолкает. Кидаешь в сторону, два-три заброса и замолкаешь. Поплевывает мелочевка, но хоть что-то. Такую походу лучше, чем дома сидеть. Рыба! Платничка. Красавица. Ух, такая красавица. Длинный поводок не работал совершенно. Я сократился до 30 сантиметров. Саша сократился до 20. Это хоть что-то дает какие-то поклевки. На длинный, полный ноль, максимум ты увидишь обсос. Вот, пожалуйста, холодная вода, малоактивная рыба. Работают именно короткие поводки. Фидергам, как я рассказывал, я убрал. Загрубляло, было хуже с фидергамом. Фидергаму без него поклевки стало видно и рыба стала брать. Настолько вот пассивная, неактивная рыба. Даже фидергам на нее влиял отрицательно. Поэтому крючки меньше 14-го ставить нет смысла. Рыба начинается просто пустые поклевки. Я ловлю 14-м крючком, Саня ловит 12-м. То есть не крупная рыба, а маленькие крючки не хочет. Сегодня очень интересная и сложная рыбалка. Но сложная из-за ветра. С рыбой кое-какие отношения наладили. А с ветром это сделать очень тяжело. Позови, ты там полсадка уже. В поликонтору. Вдвоем вытащили? Вдвоем только. Денису звонить. Ну что, друзья, вот и половили. Рыбалка была очень трудовая. Рыба очень капризная. На то оно и зима. Попробовали новый водоем. Водоем интересный. В будущем, возможно, еще приедем и не раз. Чтобы окончательно распечатать его. А так сегодня немножко мелочевки подловили. Ставьте класс, подписывайтесь. До новых встреч, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok